Техника идет, на тросах транспорт, разгружаем практически два дня и доводим до кондиции. Роспроизводство, росэкспорта обеспечило выручку. Предприятия получили 7,9 миллиарда выручки. 444 миллиона прибыль выросла на 22%. По оценках ожидаемой погоды, Александр Игоревич, 105,5% во всех категориях хозяйства. Этот рост обеспечит и те задачи, которые были на 2020 год, и обеспечит выполнение пятилетки. Ну, дай бог, чтобы каждый год мы так работали, как в этом году. Сложный год, но тем не менее он урожайный относительно по всем культурам. Что касается зерна, мы 8,1 миллион тонн получили колоссовых, 838 крестосветных. И за счет кукурузы получим, хоть и на в этом году примерно на 15 центнеров идет урожайность меньше, но мы получим 1 миллион 370 тысяч. Это в целом будет 10 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Короче, 150 тысяч ты не дотянул до задания моего задания. Ну, тоже неплохо. Мы больше тонны зерна взяли на человека. Больше тонны. Это очень хороший показатель. Главное, чтобы люди честно и ответственно работали. Мы должны понимать, что им надо зарплата, а все остальное в магазинах есть. Мы даже заинтересованы, чтобы больше покупали люди, чтобы покупательская способность населения была повыше. Семь у нас структур. Как они работают, это для меня главное. Как они этот год сработали. Крупнорогатый скот выращивания они добавляют. Молоко они добавили. Зерно они добавили. Кукурузу, пассивные лошадя, структуры добавили. Поэтому результат есть. Хотя, конечно, можно работать лучше, и результат может быть тоже лучше. Не хватает оборотки. То есть практически мы работаем за счет только выручки. Кладываем сегодня деньги и в развитие животноводства, и растеневодства, и строим фермы, и ремонтируем, и модернизируем. Выручки не хватает. Есть прибавка, но не по всем, конечно. Но и в целом по прибыли лучше сработали немножко. По крайней мере, движение вперед есть. Но это продовольственный картофель. Это продовольственный картофель. И плюс еще картофель на переработку. Стоит задача закрыть все направления картофельного рынка. На сегодняшний день столовым картофелем мы вопрос решили. У нас есть сорта, такие вот, допустим, как палац, которые не развариваются. Здесь внизу представлены сорта, которые мы тестируем для производства картофеля 3. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ